Скажешь, что об тебя столько лет ноги вытирали? Ну, на красоте, как говорится, природа не отдохнула. Так что, нас бьют, а мы крепчаем. Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки! Нам сегодня в очередной раз придется побыть мамами. Ты будешь, Василиса, самой справедливой, ты, Роза, самый злой, а я самый добрый и красивый. А вот за нашу невесту пришли побороться энергичный Андрей, любознательный Алексей и добродушный Станислав. Но сначала давайте посмотрим на невесту. Добрый день! Меня зовут Кира. Я хочу встретить человека, с которым я построю большую и крепкую семью. А сегодня выбор поможет мне сделать моя подруга Юлия. Проходи, дорогая. Кира, 22 года. Ради того, чтобы создать иллюзию семьи, 5 лет терпела унижение от своего избранника. Но со временем поняла, что заслуживает другого счастья. Кира с 7 лет воспитывалась в приюте. Сейчас работает педагогом-психологом в школе и подрабатывает куплей-продажей вещей в интернете. Гордится своей самостоятельностью. Предупреждает, что она вегетарианка. Кира никогда не свяжется с алкоголиком и тунеядцем. Ее избранник должен быть понимающим, спортивным молодым человеком с правильными жизненными ориентирами. Кирочка, детка, как оказалось в приюте? Что произошло, милая? Ну, получилось так, что моя мама, когда встречалась с моим папой, вот, то есть они еще не успели пожениться, то есть у них просто были отношения, вот. Она забеременела. И на восьмом месяце беременности случилось так, что они так и не нашли общий язык, дело до свадьбы не дошло. Молодые? Во сколько лет мама родила? 20 лет. Во 20 лет? Да. В деревне? В деревне, да, в небольшой. Вот. Так они к свадьбе не пришли. И вот они расстались. Мама осталась одна. С родителями хотя бы, ну, со своими? Да. Ее поддерживала бабушка и дедушка. Ну, как часто бывает, да? Соседи стали, наверное, косо смотреть, нагуляла, в подоле принесла. Но она очень любила, как она потом мне призналась, она очень любила. Ну, 20 лет, естественно, любила. И поэтому? Да, часто говорила, что жизнь такая хуже, чем отрава. И что? Ну, он больше со мной не общался с тех пор. Вот, ни из роддома не встретил, не помогал деньгам никогда. И мама с горя... Мы познакомились с ним спустя 20 лет. И мама с горя запила? Да. Ну, конечно, не сразу. Она вышла замуж спустя два года. Родился там кто-нибудь у вас? Нет. Она вышла замуж просто для того, чтобы у меня был отец. Очень хороший был. Ну, вы знаете, ко мне он относился хорошо. Но мы как бы с ним не часто общались, потому что я жила до первого класса с бабушкой и дедушкой. То есть у нас была вполне благополучная семья. Кирочка, какая благополучная. Мамка Гулиона по молодости... Нет, с бабушкой. С бабушкой, я понимаю, что было счастье, наверное. А мама... Знаете как, родила мать, да не облизала. Что она хорошего-то сделала? Что она дала? И за отчиму вышла, прям, чтобы вы нашли себе отца. Она же вас не забрала. Никто не родился в браке, да, с отчимом? Ясно. Ну, в общем, мама пила до такой степени, что дружки однажды вас чуть не изнасиловали. И тогда вас забрали в приют. Ну, меня в приют забрали гораздо раньше, когда мне еще было 7 лет. А мама забирала, что ли? Как вы оказались в этом притоне-то? Ну, так получилось, что да, на какое-то время меня вернули домой. Угу. Вот. Ее прав лишили, да, родительских? Нет, ее тогда не лишили. Да как? Ну, Рос, в деревне горькую пила, наверное, как там пришли. Наверное, соседи сказали, ребенок не кормленный. Вон, посмотри, на кого похож. Забрали, наверное, бабушка с дедушкой. Не настояли, потому что самим было по сусекам там скребли. А они уже, их к тому моменту, к сожалению, не стало. Уже и не было. Горе-горькое. И вас забрали в приют. И мать не одумалась, нет? Не пришла в себя? Ну, вот, она одумалась, и меня уже как бы в возрасте, как подростковом, отправили домой. На какой-то период времени посмотреть. То есть, если все хорошо, то я могла остаться дома. А мама там все равно загуливает, дружки-подружки. Да, я сама изъявила желание вернуться обратно. Ну, еще бы, потому что чуть не надругались, милая. И мать вам сказала фразу, иди по жизни сама и оставь меня, я тебе не помощник. Что-то у меня надломилось, не пытайся меня вытащить, я от этого зависима. Я не понимаю, как можно быть такими родителями, чтобы такое сказать, да, своему ребенку. И, естественно, с любовью, первый, кто пожалел, по головке погладил, к тому и пошла, да, объятие. Не первый. Второй? Нет, я как бы в своем, вот, как сказать, поселении, да, назовем так, я сразу знала, что ни с кем отношения в любом случае я не построю. Нашу семью все знали и отзывались о нас нелестно. Ну, естественно, это я тоже не приехала из Лондона, я тоже из провинции, из глуши, из такой. Все всегда знают и как бы брезгуют. Как бы, вы знаете, у нас все дети сыты, накормленные, все у нас хорошо, а вот в этот дом лучше не ходить, там такой ужас. И эти бедные дети сходят с этим шлейфом, с клеймом ни замуж не берут, ни женщин, говорят, ой, только не вот не из этой семейки, избави, боже. А девочки, как правило, и мальчики, и отличники, и учатся хорошо, и заботливые, и дети хорошие. Ларис, ну, поди, поди, знай, знаешь, а вдруг это как парадословное, ну, че. Ну, знаешь, из тебя же вышел человек, Россий, и ты своим детям другую жизнь совершенно показываешь, поэтому не факт. И у меня больше примеров, когда из неблагополучных семей дети выходят порядочные, прекрасные, поэтому, чего там говорить. Если вырывается оттуда. И вот вы там познакомились с парнем, и уже у вас все дело шло. Нет, не там, я уже поступила в педколледж, отучилась год в педагогическом колледже. Это было после того, как я вот уже все уехала окончательно из дома. В 15 лет я собрала вещи, какие были, хотя их и не было. Вот, и с небольшой сумкой я уехала. Но, конечно, не в Москву, а в небольшой город поблизости. И спустя год я встретила человека, он был из Москвы. Вот, он ничего обо мне не знал, то есть, как бы, кто я, мое происхождение. Ну, вы не особо спешили рассказывать, зачем, правда? Я рассказала спустя год. Чем хвастаться? Да, ну, как бы, я не спешила, мы вроде бы общались, узнавали друг друга. Кирочка, а не придумывала какую-то легенду? Не придумывала того, чего нет на самом деле? Он меня не допрашивал особо. Ну, в принципе, я даже не осуждаю, придумывают себе тех родителей, о которых мечтается. Придумывают себе ту жизнь, о которой мечталась. Вот подружка головой кивает. И потом, знаете, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Подходит время знакомить родителей, а стыдно, а неловко. Такого не было? Ну, честно. Ну, как бы, я просто сказала, что я живу в семье, все, среднестатистическая семья, все нормально. Ну, мне тогда было мало лет, и как бы... Да, милый, кто-то осуждает-то. Ну, а его родители узнали, что на самом деле там у вас? На самом деле, к тому моменту мою маму лишили родительских прав уже. Вот. И у меня был опекун. А тогда мне не было 18 лет, и к нему, чтобы вот приехать в гости в Москву, там на выходные, покуда-то сходить в театр, он меня приглашал. Нужно было разрешение. Да. Вот. Так, как сказать, принял меня хорошо. Ну, семья его не так меня тепло приняла, как он. Я считаю, ей нужен тоже такой работящий мужчина. Заботливый, ответственный, понимающий. Ну, то есть такой, как ты? Ну, наверное. Я сам себя судить не могу. А вот вы говорите, семья его не так восприняла. А вот по факту. Вот вы пришли, а мать демонстративно ушла в свою комнату. Отец закурил, и газеты от вас закрылся. Вот что произошло? Как вы чувствовали к себе? Я понимаю, что девочки, мальчики из приютов бескожные. Я понимаю, что вы больше видите, чувствуете и слышите, чем обычно из обычных семей благополучных. Может быть, вам показалось? Может быть, вы преувеличили что-то? Вот расскажите. Это все знакомые мои тоже поняли. Что, например, когда был какой-то день рождения, Новый год, то есть мы сидим за большим столом, вот, и его папа говорил там, например, какой-то тост, и он просто мог сделать вид, что он меня не замечает. Вот. Или, например, мог сказать, что надо мне вот своего сына женить, скорее бы найти ему достойную партию. А вы так про себя, козел. Он что, что, что не раз слышал? Не, я спросила форчику закрыть. Проходит, и минуточка, вы просто, вы, вы, стервы. Она что-то сказала? Я говорю, стерлить будете? Вот я хотела вас там угостить. Понимаете, просто надо таких человек тоже возвращать на землю. И кто они-то такие? Это вечная проблема. Москвич не москвич, благополучная семья нет. На себя бы посмотрели. Но вот этот отпор приобретаешь только с годами, с опытом. А вот по молодости, да. Да я понимаю, ты, я тоже смелая здесь, знаешь, в телевизоре. А так глаза в пол, в синяя вся, вены вздуваются на нервной почве. Я не стяжу, глаза таращу. Я такая же, это я здесь смелая, понимаете? Миленькая. Я стеснялась просто взрослому человеку отвечать что-то. Ну, естественно. Ну, в общем, они, да, вас развели? Нет, просто молодой человек мой потом открылся с другой стороны. Вот. Начались измены. Вот. Видишь, кстати, ни слова о финансах. Это хорошо, это очень хорошо. Да. Даже когда приходят на «давай поженимся», обычно говорят «хочу богатого, с квартирой». Она хочет верного. Кирочка, ну вот если у вас такие были уже долгие отношения с вашим молодым человеком, почему вдруг в отпуск на юг поехали вы одна? Как можно было оставить в огороде-то одного с капустой и морковкой? Он меня отпустил сам. Он сказал «ъезжай». Я тебе еще денег дам. Я просто на тот момент приболела, вот, и мне нужно было заправиться. Милая, не насторожила, подружки не сказали, что-то подозрительно как-то тебя отпускает, а еще сам говорит «ъезжай, езжай». Мы пять лет с ним никуда не ездили, вот, он не любит. Вот. И тут я уже просто отпросилась на недельку. А котика отвезли к маме. Мама уже в то время выписалась из дурки. Нет, котик был как раз, у нас с ним была общая съемная квартира в Подмосковье. А когда уехали-то за котиком, кто присматривал? Я попросила свою маму, потому что ей некуда было деваться на тот момент. Да. И она осталась там, но как бы он не знал об этом, к счастью или к сожалению. Да, и вот вы приезжаете, мама рассказывает, что ваш молодой человек приводил. Я не приехала, мама позвонила мне, когда я была уже на отдыхе. Я там пробыла два дня, она мне позвонила и сказала, что ночью пришел мой молодой человек. Кир, ну вот это была последняя точка, вы поверили маме, не подумали, что это пьяное бреднее. Поверили. Я просто знаю. И ваш молодой человек не стал ведь отпираться. Я приехала, я взяла билеты на поезд в тот же вечер. Я села в поезд, я поехала. Ну как, когда любишь, Роза. А ты бы что ли осталась? Я поехала, вот. Первым делом позвонила ему, все, сказала, что я дома. Но, если честно, я думала, что допускала такую вероятность, что... Будет отпираться хотя бы. Отпираться, да. Но он мне сказал сразу, да, такое было. Ну и тут я сочла нужным ставить точку в наших отношениях. Больше я уже просто не могла терпеть такое. Парень все-таки подлец. Девушка как бы с тяжелой судьбой, да, он так поступил. А правило, на отдых вообще сверхцинизма, понимаешь, еще привел девушку, блин, где они вместе жили и вообще. И при этом вот гады какие, и еще говорят, и куда же ты денешься, понимаешь, сам нахадил. И вот так они нас ниже плинтуса-то отпускают. Роза, а эти есть правды в их словах? Да. А мужчины так считают, потому что, особенно если он кредитоспособный, и если вы от него материально зависите, если один раз спросили, они потом так в глаза ей говорят, куда ты денешься, квартира моя, детей содержу я, ты на что ходишь, вот это вот делаешь себе маникюр, педикюр, платье, кто тебе купил. И женщина понимает, что так оно и есть, имеется в большинстве случаев, мы сами развращаем своих мужчин. Это та же самая история, вот две, вот две есть просто гиблые тропины. И вторая, все женщины мечтают о мачо, все мечтают, чтобы он был со стержнем, чтобы с кулаком. Мы сначала своих мужчин превращаем в подкаблучников, в тряпки, вытираем об них ноги, а потом говорим, перевелись мужики, хочется мачо, так ты его не заставляй готовить, не заставляй его превращаться в бабу с тряпкой, с половой, когда он там все это убирает, стирает. Вот и не будешь потом мечтать о мачо, он будет рядом с тобой. Поэтому, милая, вы, надеюсь, не мечтаете о подкаблучнике? Нет. Ну хорошо, кроме того, что он должен быть открытый, найдем такого открытого, работящий. Да, это приветствуется. Да, у вас есть какая-то, ну это вот, извини, это пытается. Простой или вот с наворотами, с финансовым в плане, как вот к этому-то? Ну вы знаете, слишком с наворотами не надо. Ну а какой, вот доход в месяц, какой, чтобы был понятный? Вот чего? Чтобы на все хватало. А? Нет, на что хватало? На все хватит никогда, Кир. На все не хватит никогда. Но каждый человек понимает, на что ему нужно. Действительно, без чего он не может прожить. Ну я не избалованная, мне слишком какие-то излишки не нужны. Ну если у меня зарплата 50 будет тысяч, нормально? Нормально. 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 Правильно, потому что вы приданного особого-то нет, я так понимаю, да? Дом только. Ну дом где-то, ну как дача, скажем так. Как дача. Дом в деревне. А здесь, по сути, в общем-то, только твоя красота, молодость, руки, ноги. Кирочка, да, а я вас хочу обрадовать. Сегодня, слава богу, наступило прозрение у наших мужчин. Сегодня все хотят хорошую жену, хорошую, приличную, чтобы не стыдно было с друзьями знакомить. Чтобы не страшно было оставлять, когда они уходят работать или уезжают зарабатывать. Хорошую, работящую, трудолюбивую, которая понимает, что почем, которая будет немотовка, которая и деньги его сохранит, и детей знает, как воспитывать. Поэтому вы хорошая невеста. Хорошая. И будем искать хорошего жениха. А поконкретнее нам рассказывать Василиса. Да, а вот я хотела бы дополнить. А вот про тех женихов, про которые сейчас Лариса рассказывала, на нашем сайте можно найти двой.тв. Так что, пожалуйста. И как бы это цинично не прозвучало, Василис, ну вот согласись со мной, многие мужчины мечтают о сиротах. Многие. Не хотят. Да, звучит цинично, но в этом есть определенные плюсы, увы. Вам нужен мужчина внутренневольный. Но очень важно, чтобы этот дружелюбный, свободный человек не был слишком панибратским, чтобы он к Вам не относился плеву, потому что очень сложно найти тонкую грань между дружелюбием человека и плохим отношением к окружающим, или между его легкостью и его безответственностью. Вот нам сегодня нужен такой, с одной стороны, внутренний, очень свободный, с другой стороны, достаточно ответственный человек. И еще, пусть он не скупится на Вас, пусть он не боится тратить на Вас деньги. Для Вас это очень важный индикатор, потому что у Вас, к сожалению, в гороскопе есть риски, что муж будет зарабатывать неплохо, но будет все как-то к себе, ближе к себе, и свои обслуживать интересы. Видишь, внутренневольный мне нужен. Андрей, ты прям вообще подходишь под все описание. Ничего не изменилось с времен Адама и Евы, все одно и то же. Короче, у тебя есть только два варианта. Первый вариант – выходить по расчету, приданного тебе никакого нет, ни квартиры, ничего. Найти сегодня хорошего простого парня из хорошей семьи. Пусть он тебя холит, лелеет и любит больше. Ничего, полюбишь, и тепла ему дашь, и так далее. Вот такой брат по расчету. Либо, извиняй, смотри сегодня, но свою подушку безопасности создавай сама. Карьеру где-нибудь в 30-ти. Но я думаю, что первый вариант намного лучше. Так что без... Вот по любви это вот прямо не для тебя сейчас. Полюбишь, выйдешь замуж за хорошего, а там и глядишь, и полюбишь, и любовь придет. Вот такого тебе. И уже через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Кира. Встречайте первого жениха. Привет, Кира. Привет. Меня зовут Андрей. Ты очень красива. Красива, как звезда, только звезды сияют ночью, а ты сияешь и днем. Очень приятно, Андрей, спасибо. Проходите. Андрей, 24 года. По образованию инженер. Работает организатором вечеров быстрых свиданий. Обожает футбол, поет в караоке, пишет стихи и умеет делать массаж. Гордится тем, что окончил школу с серебряной медалью. Предупреждает, что не готов расстаться с ночным образом жизни. С первой девушкой Андрею было скучно, а вторая его постоянно обманывала. Надеется, что Кира ценит честные отношения. Первый раз слышу. Андрюша, а что это за вечера быстрых свиданий вы устраиваете? Может быть, пора уже чем-то серьезнее заняться? Ну, на самом деле, это тоже не совсем несерьезное занятие. А что это такое? Это 10 молодых людей или 15, и 15 красивых девушек собираются в одном ресторане или кафе. И знакомиться посредством быстрых свиданий. То есть одно свидание длится не более 5 минут. А вот интересно, кто у вас сидит? Мужчины, а женщины скачут по стульям или наоборот? Нет, конечно же, у нас сидят прекрасные дамы, а уже мужчины. Как истинные рыцари на своих конях. Ну, как у нас сегодня, давай пожениться. Контингент. Ой, контингент на самом деле разный, от 20 до 40. Она так смотрит на него, да? Подружки на него смотрят. Класс, класс. А вот со своей девушкой вы познакомились на ваших случках? То есть случайных вот этих вот... Нет, на самом деле я познакомился с первой моей любовью в институте. Вот, в одной общей компании. Все на главе низ ваших. Ну, как сказать. Тогда я еще этим не занимался. Тогда я был студент, веселый, КВНщик. Вот, и после как раз-таки одной игр КВН было продолжение веселья, мы отмечали победу. И в голову пришел вот эта вот идея сомнительного бизнеса, да? Лишь бы не работать. Это один из видов рода деятельности, чем я занимаюсь, так как я ведущий. Вот, и организатор праздников тоже в том числе. Тогда вам можно. Поэтому это один из вид моего направления. Вот, и с девушкой у вас она была, наверное, хороша собой? Да, она была красивая, симпатичная, умная. Но потом в итоге наши отношения продлились около года. Потому что она оказалась вружкой. Ну, она стала пассивной, она начала полнеть. Перестала с собой сидеть? Потому что она понесла просто. За год так располнялся. Ну, не прям так, меня больше принцип ее смущал. То, что я ей говорил, ну, ты займись хоть чем-нибудь, займись спортом, ходи на фитнес, я не знаю. А денег кто даст? Вы? А денег уже там другой вопрос. Это же решаемо. Нет, на самом деле это решаемо все было. Ну, они расстались, а девушка переживала долго очень. Хотела вернуться. Но, кстати, на фитнес она так и не записалась. Вторые неудачные мои такие серьезные отношения. Это как раз таки с девушкой я познакомился в социальных сетях. Но большую часть времени мы проводили в ночных клубах. Вот. Сначала все было хорошо, гладенько, интересно, задорно. Вот. Но потом я начал по мелочи замечать, как она привирает. А я очень хорошо чувствую, когда мне... А чтобы не привирало, надо не в ночных клубах знакомиться, а с девочками. А где ты... Я согласен. Приличные места, конечно. Для отношений лучше знакомиться не в клубах. Ну, это вы все опыта набираетесь. Я с вами согласен. Да. А вот это вот не память. И нашла себе более обеспеченного, да? Ну, потом уже я не знаю, кого она себе нашла. Просто наши отношения разрушились. Дело в том, что как бы уже до нелепого начали доходить ее выходки. Например? Один раз она сказала то, что все, ей пора домой. Хотя время было еще не совсем позднее. Ну, опять же таки, на тусовке в клубе. Вот. Я ей сказал, давай я тебя подвезу. Она сначала долго сопротивлялась, но потом в итоге все-таки мы ее подвезли с другом. Но я думаю, что-то тут не то. И подстаю я с другом в сторонке и посмотрю, что же будет дальше. У меня было предчувствие, что она сейчас выедет. И предчувствие вас не обмануло. Да, и поедет дальше. На самом деле так и произошло. Подъехало такси, она у него села. И поехала догуливать в другой круг? Поехала, да, куда-то догуливать. Я ее потом остановил, конечно же. Андрюшенька, какие его... Ну что, как с ней выяснял отношения? Не кулачный бой был? Ну, конечно же, нет, нет. Я женщин не бью. Мне кажется, что вот эта девушка, вторая, которая... Вторые долгие отношения, вот она, наверное, Андрею и изменяла. Потому что я видел ее с другими парнями. Какие выводы сделал, 24 года уже к этому я. 24 года, выводы. Доверяй, но проверяй. Нет, дурачок, неправильные выводы. Неправильные. Нельзя в дом принести дворняжку и требовать ее от нее, чтобы она стала из-за хорошей кормежки и хорошего мельца, в помните, стала афганской борзой. Не получится. Понимаете, надо сразу обращать внимание на девочку хорошую, трудолюбивую. Девочка вот хорошая, Ларис, может быть, а вот мне непонятно, что это у вас такой ненормированный, даже ночной образ жизни, которого не хотите менять на обычный. Что же вы там делаете? Это пока не хочу менять, потому что не встретил я еще ту, ради которой я брошу ночные мои клубы, в которых я тоже еще работаю. Вы знаете, некоторые до 40 лет все никак не могут встретить, и все по клубам, по клубам. Я вам скажу, что мне уже начинает надоедать, поэтому уже этот конец близок. Жена, извините, как полицейский, который будет вас останавливать от чего-то, но не хотелось бы в такой роли. Да, зачем? А, кстати, Кирочка, к вам вопрос. Я же на доверие буду строить отношения. Вот у нашего Андрюши очень хорошая такая, оригинальная, правда, фамилия. Фамилия Удот, правильно? Да. Вот как вы, если у вас все сложится, вы возьмете фамилию мужа? Ну, знаете, если муж будет настаивать, возьму. То есть пойдете на встречу. На самом деле я считаю, что человек должен быть хорошим прежде всего, а фамилия это уже второстепенно. Боитесь обидеть родителей? Я родителей уважаю, и поэтому как бы отчасти не буду родить. Нет, родители, как вы сами характеризуете, не баловали, но и не гнобили. Ну, родители, да, в принципе, я не жалуюсь на свое детство. Да, раз мы уже заговорили про мою семью, я специально съездил в Староскол, чтобы привести вам видео «Привет». Давайте посмотрим. Давайте. Здравствуйте, Лариса, Роза и Василиса. Мы очень рады, что наш сын Андрей будет участвовать в вашей программе. Он очень веселый, добрый, умный и заботливый парень. Кира, тебе с ним будет интересно. Выбирай нашего жениха. Не прогадаешь. Спасибо, мои дорогие. Давайте сейчас еще к чему? К родителям поедете, Андрюша? Нет, не к родителям, на съемную квартиру. Ну и молодец. Послушайте, если вы чувствуете за собой эту самую силу мужскую, что вы уже можете отвечать, ничего, курочка по зернышку. Вместе снимете, вместе будете зарабатывать, работать, и все у вас получится. Что ждать теперь, когда вам 30 лет стукнет? Зачем? Сюрприз покажете? Да, конечно. Кирочка, ну а сейчас я тебе предлагаю окунуться немного в детство. Я приготовил для себя сюрприз. И это сюрприз мы будем делать своими руками. Как известно, лучший подарок, сделанный своими руками. И это сладкая вата. Вот, сейчас я немного перевоплачусь в красивого дельца сладкой ваты. Надеюсь, у меня этот колпачок идет. Идет, идет. Да, смотри, мы включаем. Аппарат должен немного нагреться. Ты вообще любишь сладкую вату? Да, люблю. Ну вот, сейчас мы будем ее делать. Тяжелый сюрприз, он готовился. Полетела вата. Берегите костюм. Да, береги костюмы. Она очень липкая, она очень сладкая. Но главное с душой. Да, самое главное от души. Да. Я думаю, все девушки любят сладости. В моей работе сладкая вата предполагает наличие праздника. Ну вот, такой, хоть не профессиональный, но зато от чистого сердца. Спасибо большое. Прям окунулась в детство. Да. Спасибо. Проходите. Это действительно прекрасный сюрприз. Андрюш, спасибо, дорогой. Свою комнату. Проходите сейчас и слушайте, что мы будем о вас говорить. Спасибо. Ну а ведущий мы позднее тоже сделаем. Обязательно. Простите, я надеюсь, это не ваша основная работа. Это сюрприз действительно. Нет, это не моя основная работа. Но моя работа это праздник. А праздник предполагает наличие сладкой ваты. Нет, свою комнату милой. Приятно было с вами познакомиться. Спасибо. Я весь сладкий. Ты сладкий мальчик у нас. Сладкий молодец. Молодец, Андрей. Хотите, я вас удивлю. Я ни разу в жизни не пробовала сладкую вату. Ну то есть никогда. Ты должна. Никогда в жизни не пробовала. Вот она мне некрасивая. Представляете, да. Вот как-то вата, думаю, как можно вату есть. Зато на вкус. Правда, да? Обязательно. Поделитесь. Девчонки любят попробовать. Никогда в жизни. Вот даже загадай желание. Ватные тампончики. Думаю, вот как можно это. Вот попробуй. Отщипни кусочек, она отщипывается. Тебе будет вкусно. И она так. Она просто из пушистости становится с разу раз и сладкой. Дети, знаешь, не зря ведь дети плохо не выберут. Вот, даже ведущие полакомятся. Прекрасный молодой человек. Скажем, прямо первое, он крутится, чтобы заработать деньги. Когда мальчик в 24 года говорит, я стараюсь и тем заниматься этим. Да может быть, он лучше пару лет позарабатывает разными способами, чем он два года будет сидеть на мизерную зарплату всю жизнь. Инженер. Он уже выглядит странно, на мужчину не похож. Но девушка нужна железобетонного спокойствия. Очень серьезная, очень ответственная выдержанная. Та, которая сразу не сдается, не делает первых шагов навстречу. И хочу сказать, что по иронии судьбы, он своих правильных любовей никогда не будет встречать в своем вот этом неправильном бизнесе с быстрыми знакомствами. Ему вообще знакомства не случайные, показанные, а такие степенные, серьезные. Вот у нас тоже в каком-то смысле слова... Ну скажи, ну Кира может быть стать его подругой в жизни? Я считаю, что Кира вполне может быть его подругой. Единственное, что... Ну не быть слишком строгой сразу. Я бы сказала, что действительно вы должны выдерживать дистанцию, но какую-то стабильность и требовать от него постоянства придется только годов после тридцати. Достойный жених, достойный друг, достойный товарищ. Ой, Кирочка, не волнуйся, мужики как куры. Отошел от дома на 20 метров, уже ничей. Вашу контроль тоже нужен. Давай поженимся теперь вашим обильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Кира. Встречайте второго жениха. Кира, ты отлично выглядишь. Спасибо. У тебя очень светлый, теплый взгляд и ослепительная улыбка. Это тебе. Меня зовут Алексей. Привет. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Алексей, 27 лет. Преподаватель макроэкономики в ВУЗе. Учредитель мебельного интернет-магазина. Любит отдых на природе, рок-фестивали и караоке. Мечтает сделать жизнь своих родителей более счастливой. Гордится тем, что добился восстановления памятника неизвестному солдату в своей деревне. Первая возлюбленная не пришлась по душе маме Алексея, а вторая со временем перестала нравиться ему самому. Уверен, что Кира станет частью его семьи. Здравствуйте. Здравствуйте. Решил я здесь вас также задобрить. Спасибо большое. Спасибо. Какие смешные букетики. Спасибо. Прям такие смешные. Лешка наш молодец. Ты активную позицию сразу занял. Конечно, молодец. Алексей, чем не понравилась ваша девушка родителям, вашей маме? Ну, на самом деле, первая история любви, она была такой настоящей, светлой, чистой, восхитительной. И там были действительно светлые чувства. Они шли еще со школы. Я не права спрашиваю, а про маму. Конечно, в этом возрасте у всех светлые чувства, восхитительные. Вы были отличием. Она троечница. Да, мама, на самом деле, боялась то, что в возрасте там где-то 15-16 лет, то, что я... Пойдете по кривой дорожке. Да, то, что она меня испортит, скажем так. Поэтому какое-то время... На уши пить. Мы пошли в институт, а она на курсы стилисток. Затем наши взгляды по жизни... Пусть и разошлись, потому что разные компании. Да. То есть появился новый круг общения, что у меня, что у нее. И, соответственно, цели в жизни также, которые раньше были вроде бы едиными, совместными. Раньше мы смотрели в одном направлении, потом стали смотреть, ну, немножко в разных. Ну что, Андрей, как тебе конкурент, второй жених? Да, что-то какой-то скользкий. Да, что-то он какой-то такой. Незерезный. Видно, да, скользкий такой. А со второй девушкой? Почему разошлись? Что за история? Ну, познакомились мы, на самом деле, с ней, когда университетом, ездили отдыхать. Ну, вот, это тоже была светлая пора, когда там мозги не были забиты какими-то... В рог, фестивали, ужины при луне. Да, 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 да. Значит, и мы приехали туда немножко оторваться от той обыденности, которая есть у нас. Вот. У нас это получилось, и мы поняли, что начались... А поскольку вы хороший мальчик из хорошей семьи, у вас не получилось оторваться. Вы, как всегда, влипли, то есть влюбились в девочку. Может быть, может быть и так. Да, потому что у вас на лице написано «хороший мальчик из хорошей семьи». Поэтому просто так оторваться вас не получится. Вы всегда будете влюбляться, и всегда серьезно. Но затем, также, имев отношение в течение трех лет, видимо, вот, любовь живет три года, и некоторые... Вы глупость как не повторяете, это глупость абсолютно. Да, и некоторый период, когда, может быть, девушка ждала какого-то предложения. Но потом мы начали друг к другу, ну, немножко, скажем так... Раздеваться друг над другом. Да, да, да. И в итоге это пришло... Да, будоражив кровь. Пришло все к тому, что... Скажите, вот для чего было поехать в Турцию и друг у друга на глазах флиртовать? Вы там с девушкой, она с парнем. Что подогревали так друг друга интересы, кровь разгоняли. Ну, это как... Зачем? Или это уже, как бы, последние вздохи были ваше время? Это как раз были некоторые последние попытки, может быть, оживить как-то, оживить, реанимировать, да, отношения. Ну, как мужчина настоящий, он должен, да, идти до конца, бороться с любовью. Это все правильно, тем более в том возрасте, в котором это было. Как вам, Кира, нравится? Хорошие впечатления складываются пока. А вам, Леш? Ну, мы и с моими коллегами там, и здесь я говорю то, что Кира имеет очень теплый, приятный взгляд, очень обворожительную улыбку. А вашей маме понравится? Вы знаете, сейчас, скажем так, ну, вот последние, наверное, лет пять, происходит такая тенденция, что вот я решаю, с каким человеком мне быть, с каким человеком мне жить, и моя мама уже слушает меня. Извините, я так переволновался, что забыл задать вопрос Кирочке. Ну, задавайте. Я вас прерву. Кира, я хотел бы тебя пригласить в свой город, показать тебе красивый, чистый город, и познакомить, конечно же, со своими родителями. Как ты на это смотришь? Ты не отказывайся. Соглашается. Да, скажи, посмотрим, а чего ж не посмотреть. Хорошо. А вы сразу в дом приведете ее? В отдельную комнату или в номер в гостиницу? Это уже по ее желанию. Нет, а если она скажет, нет, в дом не пойду, стесняюсь. Тогда на базу отдыха. Красивый вид водохранилища. А вы где будете в это время, как говорится, ночевать? В соседнем номере, пока. А не у мамки с папкой? Нет. Что вы? Уже не тот возраст. Не тот возраст. Спасибо. Хорошо. Это ход конем. Андрей, красавчик. Кира, может, еще вопрос задать? Конечно. Я видел фотографию нарезку, там различные фотографии, там. Ты каким видом спорта занимаешься и занимаешься ли чем-то? Да, я занималась в детстве гимнастикой художественной. Сейчас я занимаюсь фитнесом, танцами, вот, танцую зумбу. Это что такое, первый раз слышали? А пару движений можете быстро показать? Да, 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 Та! Да, 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 Та! Да, 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 та! Скирочка, не покажите! Она развлечет своими танцами. Да, 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 да. Именно то, что Роза показывает, это и есть зумбы. Ну, например, вот так. Это зумба. О, это зумба. Ты посмотри, какая пластика. Да, на каблуках очень неудобно заниматься зумбой. Но тем не менее. Да, но тем не менее, молодец. Покажите сюрприз, который приготовили. Так как я люблю рок-н-ролл фестивали, поэтому одна песня о любви будет посвящена как раз Кире. Вообще любви. Настолько он какой-то такой неестественный. Замерз ролейбус, троллейбус на парке, перепутал механик провода по запарке. Выключив лампочки в сорок электросвечей, люди ночами делают новых людей. Такие тонкие стены из цветна и кафон, но в светло-серых лицах из стекла и бетона, доверяя всему, что плетут из нервных новостей. А люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрей. Делая, делая, делая новых людей. Спасибо, дорогой. Вам спасибо. Проходите в комнату. Ну что? Что? Говори. Как? Как тебе невеста? Как невеста? Ну, Кира классная. У меня сложилось впечатление, что Леша вот с таким болезненным самолюбием, и по-настоящему ему сердце никто и не разбивал. Ну, была какая-то одна невнятная история в молодости, потом вторая такая курортная. А может, потому что его родители так залюбили, может быть, потому что очень порядочный, честный. Парень прям хороший, хороший. Хороший, хороший парень, хороший. Все-таки его козерожья Луна ввела вас всех в заблуждение. Он внешне такой спокойный, а на самом деле это мужчина, который без отравления крови чувствами вообще жить не может. Ему надо травить или он сам любит ядику подпустить? Он и сам любит ядику подпустить. И женщина должна тоже давать и провокации, и каких-то сложностей. То есть это точно не мужчина, который удовлетворится на всю жизнь отношениями я плюс ты, и у нас все с тобой спокойно. Нужны сложные игры, нужна женщина с крепкими нервами или тоже с любовью к этим сложным играм? Нет, нет, они ошибаются. У нас же не верят. Нет, они не верят, не верят. Меня удивляют скорее изменения, которые произошли в Розе, потому что 6 лет назад ты говорила, что мужчины это собаки, их классифицировал по породам. А только что я от тебя услышала, что уже до курты спустила свое мнение. Начали с собак, захвачили куры. Кира, не стручайте, с третьим женихом будете знакомиться или уже... Будем. Будем? Ну тогда проходить. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Кира. Меня зовут Стас. Я пришел на эту передачу, чтобы познакомиться с хорошей и интересной девушкой для серьезных отношений. Это вот вам букетик. Скромный, но со вкусом. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Станислав. 27 лет. Воспитывался в детском приюте. Получил образование повара-кондитера. Сейчас работает продавцом-консультантом в строительной фирме. Обожает футбол. Гордится тем, что не курит и не пьет. Станислав считал себя недостаточно состоятельным для того, чтобы вступать в серьезные отношения с девушками. Надеется, что Кира не предъявляет высоких требований к мужчинам. Стас. Волосы дыбом от вашей истории просто будут прокляты те, кто промышляют таким гадством. Те люди, людьми их назвать не могу, которые ломают жизни, отбирают жизни у нормальных людей. Поэтому давайте по порядку. Как вы оказались в приюте, милый? Если с самого начала, то мы жили... Вы жили в пятикомнатной квартире в Москве с мамой и папой. Да, у меня еще есть две сестры и брат. Они идут, получается, сводные. И вот вы живете прекрасно в Москве. Пять комнат. Живи не хочу. Все хорошо. Родители решили квартиру поменять на коттедж. Мы решили из-за того, что были большие проблемы. У меня мама, бывший предприниматель, торговала на рынке овощи и получила, что в 90-е годы начали в окна камни летать. Ну, небезопасно для детей. Они вообще хотели с одной целью, чтобы нас защитить, чтобы мы уехали в эту гортежащую Владимирскую область. В общем, черные риэлторы воспользовались тем, что несчастная баба с кучей детей. В общем, кинули и оставили вас без скала, без двора. Приехали, сказали, вы кто такие? Мы здесь живем, мы же в коттедж переехали. Она говорит, я вас первый раз вижу. Скажите, а отец тоже стал пить с мамой? Конечно. Мать у меня пропала еще в 96-м. Отец, получается, да, она пропала без вести. Ее в федеральный розыск подали. Ее признали, что она мертвая, что получает пенсию с братом. Я не попал, но получал пенсию. Деточка, а вдруг мама пряталась от этих уродов? И вдруг мамочка жива? Нет, все, уже нашлись. У меня две сестры и брат, она, оказывается, уехала в Тулу. Не знаю, каким там критериям она там оказалась. И она там умерла. Стас, а вдруг жива? Нет, умерла, все, похоронили. Лариса, у него этот сватом брат как раз может позвать его, если еще ничего сказать. Ну нет, вот. И она умерла, все, похоронили, они мне рассказали. Причем получил, что я получаю тоже, я получил квартиру, благодаря Первому каналу тоже там помогли мне, пусть говорят, с Андреем Алхом. И в этот день я получаю квартиру, и мне звонит брат, через интернет меня нашел. Также через интернет батя нашелся. А у вас еще ведь история была вот эта юношеская влюбленность в приюте, когда вы с девочкой, и вас раз предали, второй раз, и даже с девочкой, с которой вы там ручкались по разным интернатам. Ну хорошая девчонка, мне понравилось, я вот как, по-моему, приехал в 1 апреля, причем это было, было у нас мероприятие, там это, там конкурс было завязать боксерские перчатки, и вот с ней вот в это время познакомились мы, я ей завязывал боксерские перчатки, в платок. И на случай, мы как-то познакомились, мы сразу начали как-то, ну мне 11 лет, но я был уже такой самостоятельный молодой человек, что я спокойно с ней общий язык нашел, что я с ней, ну у меня не было никаких у нас... Еще бы битый такой. Вот, хорошо, девчонка, ну через год ее вот это тоже у нас, ну уехала, потом мы с... А помнишь вот эти чувства, когда вас разлучали? Конечно, конечно, плакал ужасно, я помню, говорили воспитатели, Стас, ты найдешь, она не последняя, я, нет, я люблю только ее. На самом деле, не могу комментировать эту ситуацию, потому что это очень тяжелая. Ой, осталось бы посмотреть на сюрприз, мне кажется. Будем стараться. Давайте. Кира, я хочу тебе сделать сюрприз. Как говорится, воспользоваться тем шансом, который у меня появился для хорошей девушки. И напомнить то, что у нас в детстве не было с тобой, окунуться в эту необычную невесомость, невесомость нашу. Это атмосфера. Атмосфера невесомости, как говорится. Пойдемте, пройдем. Кир, это еще не первый, не последний, это вот вам еще мороженое, как говорится. Девушки любят, знаю, мороженое. А теперь мы с вами пройдем, немножко попрыгаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ступики снимем, я думал, ничего такого. Ну ничего такого. Так, я буду неделю снимать, хорошо. Пожалуйста, все, заходи. Да, прямо сюда. Заходи, заходи, не бойся, я тебя держу. Опа! Держись за меня. Потом ботинок в палец, с нее снял. Держись за меня. Она под муком проскнется. Смотрите, вспомнил. Пройдем. Держи, жмель, а. Я первый. Так. Зачем? Ой. Продевай. Спасибо. Не бойся. Не русские любят. Спасибо. Так удивительный, потрясающий сюрприз. Просто такой молодец. Проходите в свою комнату. Патянович, вообще отлично. Молодец, молодец. Давай, садись. Какой парень, а. Какой парень. Удивительный просто. Открытый. Вот как вы сказали, хочу открытого. Ну куда еще больше. Бесхитростный. Конечно, жизнь внесла свои коррективы. И, конечно, он с этой печатью. Но только и вы тоже с этой же самой печатью, с горестной. Ребят, ну друг друга вытащите. Понимаете, есть две категории людей, которые с измальства, как говорится, по приютам, по детским домам. Либо озлобленные, вот такие подранки. Либо вот такие вот прекрасные парни, как Стас. Вам понравился? Хороший парень. Кира сделает правильный выбор. Я тоже в этом уверен. У него Юпитер, который управляет браком, расположен благополучно. То есть у него есть все шансы жениться действительно хорошо. Слушай, а я забыла, а братьев-сестер-то у него сколько? Он даже в комнате. Роза, с ума что ли сошла? Ну, я так понимаю, что все-таки не братья и сестры делают нам брак. А вот в его случае гороскоп способен точно хороший брак обеспечить. И самое интересное, что этот самый Юпитер в знаке рыб. То есть женщина в знаке рыбы может его действительно по-настоящему осчастливить. Может ли он вас осчастливить? Но это и время покажет. И вы сами, потому что все-таки, знаете, в браке и в отношениях очень важно чувствовать, что ты нужен, что ты улучшаешь жизнь другого человека. Это действительно все-таки ценно. А потом вы сейчас со мной не сможете не согласиться. Потом, как только эти родственники видят, что не надо больше тратиться на сироток, что у них все хорошо, и квартиры, и работа. Откуда-то появляется такое количество родственников, что даже столько не надо. Понимаешь? Это когда сиротка их нигде нет. А у меня сейчас в какой город с гастроли не приедешь? Здравствуйте. Я ваша тетя. Где-то тетя была, когда жила в общеге на две копейки. Так что не бойтесь. Что наш бледнолицый друг? Как ты думаешь, к нам зайдет Кир? Ну, мне кажется, предпосылки к этому имеются. Юлечка, посоветовались, я вижу. И кого вы рекомендуете? Вы знаете, все ребята по-своему хороши, каждый интересен. Ну, проявил себя как-то по-мужски более галантно, конечно же, второй. Второй жених. Алексей. Он, да, он более серьезный. Видно, что уже, возможно, хочет семью, потому что возраст уже такой. Пора бы задуматься. 27 лет. Второй. Да. Мне понравился Алексей и понравился Станислав. Мне они оба понравились. Ваш выбор в любом случае, ну, кажется, что Станислав будет рядом с вами, и вы его осчастливите, и он вас. Смотрите, никто же не заставляет. Роза. Ну, когда я вам рекомендовала Алексея, да, и говорила о том, что сытых дней будет больше, а моя бабушка еще и добавляла, счастливых меньше. Понимаете? Поэтому со Станиславом счастье больше, поверьте, это да. А вот с Алексеем сытых. Здесь вопрос, вот как я и говорила. Думайте. Знаете, Алексей не пуганный. Ему никто не разбивал сердце. Он не страдал, он не знает, что это такое. Это слава богу, слава богу. А Станиславу ничего не нужно будет объяснять на пальцах, милая. Ей нужен сейчас позитив. Огонь. Да, на самом деле нужен позитив. Всегда я должен быть позитивней человеком. Василиса, а ты как расходишь? Что там звезды? Удивительный и приятный факт, что вы действительно достойная невеста. К каждому из наших троих женихов вы подошли бы неплохо. Я думаю, что еще много таких мужчин найдется в мире. Вы действительно способны под мужчину подстроиться. Вы способны быть зеркалом мужчины в каких-то ситуациях. Вы контактные. Вы достаточно гибкая, но не слишком активная и не перехватываете внимание. И гороскоп ваш о том же говорит. Вот вы неплохая девушка для каждого из них. Но вам больше всех подошел бы самой Алексей. Я за Алексея, потому что только его водная Венера способна и сострадать девушке по-настоящему, и сочувствовать, и понять вашу боль и страдание. Хотя он показался здесь действительно самым степенным. Алексей Второй. Алексей Второй, да. А он стрелец же. Не важно. А ты говоришь, водная Венера. Алексей, хоть и показался всем действительно закрытым, и больше демонстрировал здесь Луну в Козероге свою даже, а не стрелец. На самом деле чувствующий, тонкая натура. Да, непростой молодой человек, но я бы советовала выбрать именно его. Пока вы размышляете, да? Ты же говоришь, что она слишком простая для него, а ему хочется сложных. Но тем не менее, из всех он подошел больше всех. Хорошо. У вас так много было времени решить, куда пойти. Поэтому в любом случае мы будем на вашей стороне. Сейчас проходите, Киры. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Кристина, 30 лет, номер 3503. Певица, любит свою работу и детей. Занимается благотворительностью и готовит кулинарные шедевры для друзей и родных. Познакомится с состоятельным и уверенным в себе мужчиной, который всегда держит свое слово. Олеся, 33 года, номер 3504. Владелец агентства недвижимости. Коллекционирует драгоценные камни, изучает ароматерапию. Мечтает о серьезных отношениях с высоким, ухоженным мужчиной, который носит деловой костюм и хорошо зарабатывает. О, не знаю, выйдет Кира, одна или со сбранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей, ты выйдешь со мной? Да, конечно. Он сделал правильно. Правильно. У нас есть пара Кира и Алексей. Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с имени героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу быть мужиком в отношениях, но я за этим не бегу и не стремлюсь. Сразу озвучил свои требования. Не стал здесь сидеть, ломаться и рассказывать, что он сам умеет хорошо готовить, убирается, он еще лучше, чем готовит. А постерушка выходная – это просто его хобби. Я думаю, что любая женщина встает перед выбором быть умной или красивой, а которая стоит на перепуте, и она мечтает получить Нобелевскую премию и поучаствовать в конкурсах красоты. Она была достаточно прямолинейна, она открыто отвечала. И она, в общем, показала, как она защищала свою любовь, хотя ей не очень-то были здесь рады. На что он мне говорил, что вот нет, я такой есть не буду, такой даже собаки не едят. Это девушка из категории, которая знает, как в обществе блистать, ну а чтобы дома не отсвечивать, уж ко мне обратиться я научу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова